Привет, капитаны! В эфире MW Channel, канал, где изучают корабли. Вчера вечером вышла еще пачка свежих новостей, но я уже не стал вас напрягать выпуском ночного видео, а поставил его публикацию на утро. И теперь со свежим и ясным сознанием сразу перейдем к самому главному. В грядущем патче замены Курфюрста и Хабаровска на Пруссию и Дельный не будет, как многие ожидали, в том числе и я. Да, ведь нам обещали сделать это в начале года, но, как видим, начало года понятие растяжимое. И случится замена через один патч, то есть в версии 0.11.1. Это очень важно для тех, кто пытался успеть выкачать Курфюрст и Хабаровск, чтобы получить в замены максимум бонусов и потом не пришлось бы покупать эти корабли за дефицитный уголек. Так что у нас есть еще примерно месяц, чтобы не спеша все выкачать. И это хорошо. Про временный тип боя, сопровождение дирижаблей я уже рассказывал во вчерашнем видео. Посмотрим, как все это будет на практике. Но вообще игре явно и уже давно нужен какой-нибудь новый режим, причем не временный. Поэтому возможно, что методом проб и ошибок разработчики наконец что-нибудь интересное нам явят на свет. Следующий важный блок касается изменений в экономике. Я про это спрашивал еще вчера на официальном стриме, поэтому чтобы не зачитывать сейчас текст из блога, воспользуюсь ответом разработчика, а сам пока хлебну чайку, а позже прокомментирую. Да, там вот заходил к нам на стрим другой популярный стример нашего проекта и спрашивал, говорили ли про изменения в экономике. В экономике, ну, то, что я говорил, о том, что... Да, мы об этом, во-первых, говорили, во-вторых, конечно, мы можем повторить изменение боевой экономики. Экономическая награда за уничтожение самолетов перераспределена аналогично награде за повреждение и уничтожение кораблей. Теперь часть кредитов и опыта будет выдаваться не только за сбитие самолетов, но и за нанесение им урона. А это важно, потому что зачастую наносишь много урона самолетам, но сбивает их какой-нибудь... Вася. Вася, Коля, друг, в конце концов. У меня был такой момент, я не помню, на чем я был. В общем, летят самолеты, летят целая группа. Они влетают в мой бабл, куча урона, там, такой, бам, я думаю, ну все, сейчас пофармлю самолетики. И дальше такой, от эсминза такой баблик, бум, вся группа разлетается просто. Что? Я урон нанес? Нанес. Где мои фраги? Вот, а теперь, как бы, в среднем количество получаемых ресурсов не изменится, но получить награду будет проще. Короче, они будут распределяться честнее. Да. Это главное. За урон. А что еще? Перераспределено получение опыта авианосцами восьмого, десятого уровней. Они будут получать больше опыта за потопление кораблей и меньше за нанесенный урон. Это тоже более честная, на мой взгляд, политика, так как авианосцы частенько добирают тех, кто прячется за остров, пытаются уйти, так сказать, ретироваться. Авианосец может дострелить эту цель на дальней дистанции, но при этом раньше урона за потопление кораблей было меньше. И авианосец мог набить там шесть фрагов, но при этом нанести меньше урона и получить за это меньше награды. Теперь распределение будет более честное. Также расход кредитов на пополнение боекомплекта авианосцев и вооружения авиаудар теперь рассчитывается не по потерянным самолетам, а по количеству сброшенных боеприпасов. Также будут тратиться кредиты на пополнение из расходованных в бою глубинных бомб, которыми вооружены эсминцы и ряд крейсеров. Это приведет расходы на пополнение боекомплекта авианосцев, авиаудар и глубинных бомб в соответствии с другими типами боеприпасов. Ну, тоже все по-честному, да? То есть раньше, когда запускали авиаудар, у вас шло пополнение за счет сбитых самолетов, а сбрасывали бомбы с эсминцев, вообще было бесплатно, по-моему, да? Да. Ну да. Теперь это будет стоить серебра кредитов. Ну, что тут сказать? Вот лично мое мнение, не претендующее на истину, что у разработчиков есть понимание, что экономика в игре слишком уж льготная. Да даже игроки об этом пишут регулярно по сравнению с другими играми. Поэтому я не думаю, что изменения в экономике приведут нас к возможности большего заработка. А вот меньшего вполне может быть. Так все корабли, вооруженные авиаударом и глубинными бомбами, теперь, похоже, будут тратить чуть больше серебра на все это дело. Со сбитием самолетов тоже как-то странно сказано, что, мол, будем получать не только за сбитие, но и за урон. Но при этом же говорится, что в среднем количество получаемых ресурсов не изменится. Хотя, если предположить логически, то получая дополнительно теперь еще и за урон, а не только за сбитие, мы в итоге должны зарабатывать больше серебра. А раз этого нет, то, видимо, за сбитие несколько уменьшат. Но в целом, пока я не вижу каких-то изменений, которые бы серьезно повлияли на экономику. Все это кажется мелочами, но поживем увидим. Ну а насчет опыта многострадальных авиков, как мы помним, им уже нерфили опыт ранее. А теперь за урон они будут получать еще меньше опыта. Но зато за уничтожение целей больше. А поскольку большинство авиков у нас в боях играет тупо на урон, по крайней мере из тех, что попадают со мне в боях, то такие товарищи явно станут получать серебра меньше. Ну и по делу. Так как авианосец должен быстро убивать корабли, а не набивать домашку. Нам обещают, что теперь высокая игровая активность авианосцев будет вознаграждаться больше. Ну посмотрим на практики. Следующие новости касаются ранговых боев. Новый, шестой их сезон пройдет с 16 февраля по 11 мая. Формат следующий. В бронзовой лиге бои будут 7 на 7 на кораблях 6-7 уровней. В серебряной лиге 6 на 6 на кораблях 8-9 уровней. И в золотой лиге 5 на 5 на кораблях 10 уровней. Мне кажется, что по уровням кораблей тут практически все так же. А вот количество игроков в боях теперь будет уменьшаться в зависимости от лиги. Так если в бронзе 7, то в золоте уже 5. Сейчас в золоте 7 на 7, то есть больше колхоза. Как по мне, чем меньше игроков в команде, тем лучше, так как больше твое личное влияние на бой, и это интереснее. А с 21 февраля по 11 апреля пройдет 16 сезон клановых боев в формате 7 на 7 на кораблях 10 уровня. Авианосцы не допускаются до боев. Думаю, многих это обрадует. Не более двух линкоров на команду. А в команде не может быть двух одинаковых кораблей. Ну и еще в блоге сказано про изменения ботов, новый декор и новый контейнер, который пока не ясно, как можно будет получить. Интересно, что из него есть шанс выпадения таких кораблей, как Москва, Макс Эмильман, Наполи, Форест Шерман, Хаяте, Салем, Марсо, Йошина, Курфурст и Хабаровск. Остальные подробности мне кажутся не очень важными. Видео затягивать я не хочу с отчитыванием всего этого. Кому интересно, прочтет на экране. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Спасибо.